Странно. Есть разведданные. Есть средства огневого поражения. Правильно? Есть хорошие, то, что азербайджанские артиллеристы, высоко, хорошо подготовлены профессионалы, с 400 километров они били по мосту Лачинскому. Лора? Лоры. Они били с 400 километров. Поразили 6.10 метров. Это то, что вы сами видели. Это то, что я видел, да. То есть, товарищи умеют биться, расчеты есть, все есть. Разведданные есть, средства огневого поражения есть, расчеты есть. Люди не били. Почему? Почему не били? Я уже заинтригован. А почему не били? Через несколько дней все, это стало их собственностью. Может быть, у людей была оперативная информация, что это их будет, перейдет под их контроль. Поэтому не били. В других местах били. Куча. В Шуши, в других местах, рядом с Шушой, там был большой воинский склад, чуть далеко от Шушой. Под Шушой били. Где надо, били. Когда он взорвался, Артур говорил, что это... Дивесантов! Да, что-то складилось, там фигню какую-то нес. Во-первых, весь мир ржал над Арменией из-за этого идиота. Я впервые, я просто сейчас на эмоциях, поэтому больная тема для меня, поэтому из-за этого Арасуна весь мир смеялся над Арменией. Российские и украинские блогеры ржали над Арменией. Знаете, почему? Так читал я. Вы знаете, что это за взрыв был там, когда под Шушой били по артиллеристскому складу. Это, кстати, был такой же склад, как и они взяли в других направлениях. Знаете, что это за взрыв был, в Горисе был слышен этот взрыв? У диверсанта, во-первых, не бывает склада. Ну да. Диверсант может нести на себе максимум 82-мм миномет с 82-мм минами. Когда подрывается 82-мм мин, там Гориса ты его не услышишь. Хорошо? Люди умеют бить. В очень разных направлениях, во всей глубине Нагорного Карабаха били. То есть, умеют бить. В общем, ваш вывод тот, что они не подорвали склады, потому что знали, что им сдадут. Нет, они не уничтожили склады, они не открыли огонь по складам, потому что у них была оперативная информация, что все это скоро станет их несобственностью. И странно, везде, где они били, взяли живем. В Мартуни били, в Марта-Керти били, в Аскеране, по-моему, били. Такие же воинские склады. Как в Чабраиле и в Физуле, такие были в Марта-Керти, в Мартуни и в Ерникнеле были такие воинские склады. Везде били и высокоточное поражение. Здесь не били. Может быть, была оперативная. Вот единственная, это не оперативная информация, но это единственное логическое объяснение, почему не били. То, что они на кофейной гуще не гадали, это факт. То, что у них нет такого человека, как Вольф Григорьевич Мессин, который будущее видит, это тоже я не склонен думать. Полагались на интуицию, тоже не факт, тоже нет, вряд ли. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.